Укрупнение регионов, тема, которая внезапно возникла на прошлой неделе. К ней Кремль обещал вернуться после домских выборов. Как раз мне так кажется, что чем крупнее регион, тем, наверное, он сложнее в управлении. Тем более, что, в общем, Россию отличают и расстояния большие. Может быть, это, конечно, примитивный подход, но тем не менее. В администрации, получается, думают иначе или так может быть удобнее? 85 регионов, возмущался господин Хуснулин, один из министров. Как много. Вице-премьер, берите выше. Не хочется заниматься еврейской автономной областью. Еврейская автономная область выразила свой протест немедленно, да. Немножко странная декларация. Обычно чиновники такого уровня не склонны к порывам душевным, что вот накипело на сердце, и тут-то он от полноты сердца уста глаголит, как в Евангелии. Наверное, что-то имел в виду автор, а не просто так хотел, так сказать, самовыразиться. Тема, мягко говоря, небезопасная. В нашем с вами административно-территориальном делении есть одна загвоздка, которую нам подарил Владимир Ильич Ленин, и которая с тех пор там и пребывает. У нас есть неравенство субъектов. У нас есть субъекты, организованные по территориальному признаку области. У нас есть субъекты, организованные по национально-этническому принципу – республики. Они, еще раз повторю, обладают разными правами. У республик есть свои, так сказать, уставы, свои законодательные права, договоры. В период раннего, так сказать, первого раннего Путина происходила унификация законодательства федерального-регионального с тем, чтобы вот эту вот федеративную вольницу несколько причесать. Тем не менее, неравенство субъектов сохранилось, никуда не делалось. Мы с вами видим, насколько это небезопасно, это самое деление, когда, например, возникают территориальные приграничные конфликты, как возникли некоторое время назад между Чечней и Ингушетией. Это привело к большому уголовному делу в Ингушетии. В общем, были долгие протесты, не без насилия, так что там, что называется, только тронь. Укрупнение регионов проходило у нас в течение нескольких лет, борьба с регионами-матрешками. В общем, вроде как это уже все прошло и закреплено в Конституции. Объединение регионов требует референдума в обоих регионах. Когда об этом только заикнулись применительно к НАО и Архангельской области, выяснилось, что и те, и другие против. А НАО против так, что они встанут все. И проголосовали, по-моему, по поправкам, они хуже всех в стране, в Конституции. Соответственно, можно было догадаться, что тут лучше не будить лихо, пока лихо спит. Конечно, курган к Тюмени присоединять там вряд ли, межнациональные столкновения-то возникнут. Но это еще называется вот этого коренного противоречия, никоим образом не решит. Если вы посмотрите, например, на количество депутатов-одномандатников и на количество депутатов-списочников от федеральных округов, вы увидите, что Южный и Северокавказский федеральный округ имеют преимущество довольно осязаемое по числу своих, так сказать, народных представителей. К тому много причин, нарезка округов одна из причин, другая причина следующая. А эти самые национальные республики, они же обычно, как это деликатно называется, у исследователей региона электоральных аномалий или электоральные султанаты. А что это на практике обозначает? На практике обозначает, что там за партию большинства голосуют там свои 86%. А это что на практике обозначает? Что список региональный проходит по самую рукоятку. Следовательно, они потом в Думе имеют больше депутатов, чем, например, среднерусские области, которые голосуют вяло и фальсифицировать там трудно, потому что города, камеры, медиа, публика образованная. В общем, сложнее с этим наблюдателей побольше бывает, ну и, так сказать, политическая культура, несколько иная. Так что перекос наш очень ощутимый. И туда лезть и вот так вот заявлять, что, ах, нам нужно меньше регионов, ну, опять же, протесты еврейской автономной области, это, так сказать, первый, так сказать, аккорд этой музыки, которая может потом звучать совершенно уже по-другому. Неравенство финансовое, неравенство экономическое субъектов тоже налицо. Об этом вам Наталья Васильевна Зубаревич лучше всех на свете расскажет. Но неравенство происходит от того, что деньги забираются в Москву и потом распределяются. Поэтому богатые области богаты, скажем так, тем немногим, что они в состоянии у себя оставить. А основные налоги уходят в федеральный бюджет и оттуда уже распределяются. Я думаю, что эти размышления могут быть отголоском, как это эхо далекой войны, вот этих вот споров о территориальной равномерности, скажем так, равномерности территориального развития России, которые можно было слышать, ну, например, в знаменитом ныне диалоге между Алексеем Кудрином и Сергеем Собяниным на одном из прошедших общероссийских гражданских форумов, когда они говорили о том, что вот Россия страна сверхконцентрации, 15-18 городов и городских агломераций, между ними более или менее пусто. Мэр Москвы говорил, что это не баг, это фича, смиритесь, так и будет. Вот. Поэтому давайте, значит, вот исходить из того, что это наша парадигма развития. Председатель счетной палаты говорил, ну, как-то нехорошо, дыры остаются, пустоты, так сказать, границу стеречь, как вообще эту территорию осваивать, удерживать, надо все-таки постараться, чтобы люди до такой степени не концентрировались. Как обычно бывает с великими умами, правы оба, действительно, народ стекается в крупные города и окологородские территории, и предотвратить это можно только загранотрядами, и одновременным возвращением института прописки в его советском виде, и, так сказать, института лимитчиков. А вот эти вот все прелести, на которые нет у нас ни общественного запроса, ни административного ресурса. Поэтому концентрация будет продолжаться. Поощрять ее, может быть, тоже неразумно, потому что ее поощрять не надо, она сама себя поощряет. Думать о том, как сделать города более привлекательными для своих жителей, прежде всего, молодых, надо. Это социальная проблема, любая социальная проблема решается социальными инструментами. Это не Боженька так сделал, это не закон природы, это не историческая колея, это некая социальная ситуация. Следовательно, она, может быть, еще раз повторю, социальным же инструментарием изменена. Вот, может быть, имеется в виду какой-то отклик на вот эту дискуссию, которая внутри структур власти ведется. Вот, смотрите, у нас тут везде образуются пустоты дыры, пустота и плохие дороги, и вот эти 15 городов, ну, давайте, может быть, вокруг них учредим какие-то новые субъекты федерации. Это все, еще раз повторю, тяжелая, сложная и политически рискованная тема. Я бы ее в суе, что называется, не поминала. И легкомысленно, я надеюсь, управленцы наши, выдающиеся, к этому не будут подходить.